Всем привет! Меня зовут Ольга, компания Электромотор. Сегодня мы вам расскажем, как установить солнечную панель в вашем доме, на крыше, где это лучше сделать. Здравствуйте, Виктор! Наш технический специалист, он вам все сейчас расскажет. Хотел обратить сразу ваше внимание, так как мы используем сейчас видеоролики, так использовать ее нельзя. Во-первых, она не закреплена ничем, дунет ветер, упадет и разобьется. Особенность укрепления этих панелей в частном секторе, особенно на крышах домов, для этого используются специальные крепления, которые зажимы, конструкции металлические. Они могут быть как и металл, так и оцинкованный металл, так и алюминий. Все зависит, и разница в цене будет разная. Это идет в комплекте с солнечной панелью, или это отдельно нужно покупать? Да, это отдельно. И конструкция зависит от типа монтажа, от географии, так сказать, вашей крыши. Давайте вот эта крыша у нас будет, да? Я думаю, понятно. Массив солнечной панели устанавливается на солнечную сторону, для того, чтобы получить наибольшую эффективность. Для этого используется несущая конструкция. Она может просто крепиться под тем углом, который у вас крыша, или же под специальный угол, угол наклона рекомендуемый в Киевской области, например, там 30 градусов. Наклон угла панели, да? Да, наклон угла панели. То есть не так, не так. Она должна крепиться 30 градусов, да? Под уклоном 30 градусов. Ну, чтобы солнечное излучение падало прямо на панель. Конструкция бывает разная, ну и устанавливается на несущую конструкцию. Вот несущая конструкция, которая прикрепилась, так будет два ряда у нас панелей, так? Она крепится к самой крыше. Дальше на эту конструкцию уже устанавливаются панели, которые прикрепляются к конструкции. Какой технический зазор должен быть между панелями? Или они могут плотно, одна в одну? Желательно, чтобы сэкономить площадь свободную, они должны размещаться как можно компактнее. Ближе друг к другу, да? Да, ближе к друг другу. Понятно. Ну, где-то примерно вот так. И таким образом мы можем использовать всю свободную площадь крыши, установив там большой массив панелей. А скажите, там монокристаллическое, поликристаллическое, есть разница в монтаже? Разницы в монтаже между панелей нет. Скажите, вы нарисовали крышу под уклоном, но ведь есть и ровная крыша. Вот такая. Как установить сюда солнечную панель? Все зависит от характеристик той местности, куда вы хотите это установить. Здесь нужно использовать также специальную конструкцию. Вот мы берем стальную конструкцию, устанавливается. Это вид сбоку. И здесь вот так размещаются панели. Вот это солнечная панель под тем же уклонным, 30 градусов. Против солнца, правильно? Забыли солнечку нарисовать. Значит, в зависимости от крыши просто выбирается тот или иной тип металлических конструкций, правильно? Чтобы солнечная панель размещалась под углом 30 градусов против солнечных лучей. Чтобы у нас было максимальное КПД, правильно? Да. Для подбора необходимой конструкции вы должны заполнить опросной лист. Или же наши специалисты выйдут для обследования замеров, проведения замеров и определения свободной площади, где можно установить эти панели. Какие особенности подключения? Есть ли разница параллельная, последовательная? Это уже суто технические специалисты знают и подключают. В данном типе оборудования чаще всего используется схема подключения две панели последовательно. Вот я изображаю. И дальше на необходимую номинальную мощность мы подключаем дальше. То есть по две панели, правильно? Схемы могут быть разные, все зависит от номиналов этих панелей. Да, контроллер имеет характеристики по входному напряжению и по входному току. Мы должны, когда рассчитываем вот этот массив панелей, попасть в диапазон входного напряжения и входных токов. Допустим, если это 250-ваттная панель, ее характеристики в среднем могут отличаться. Там 30 вольт и 8 ампер в среднем. То вот такие панели подходят. Две в смысле? Да, вот такая схема для таких панелей приемлема. Подробную инструкцию вы можете прочитать и инструкцию по расчету в руководстве пользователя. Понятно. Или обратиться. То есть я так понимаю, если там еще третья панель, то это все зависит от мощности, да? Ну, стандартно для такого инвертора номинальная мощность такого массива не должна превышать номинальную мощность своего контроллера. В этом, например, инверторы 2,4 кВт. То есть если у нас инвертор 2,4 кВт, суммарная мощность панель не должна превышать это значение, правильно? Если у вас инвертор установлен на 2,5 кВт, то солнечных панелей на 3 кВт вы не можете этого сделать. Как бы вам этого не хотелось. Да, а вообще я советую по вопросам монтажа солнечных панелей, солнечных батареек обращаться к специалистам. В данном случае в компанию «Электромотор», которая находится в городе Киев. Контактный телефон 044-5300-38. Да? Угу. Спасибо. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»